Здравствуйте! Владимир Иванович, много говорят о том, что год экологии это очень важно и 2017 им объявлен президентом. Как Вы считаете, какой посыл заложил глава государства, когда объявлял целый год экологии? Посыл такой, что разные организации, общественные и необщественные, занимаются вопросами экологии. Ну и для того, чтобы как-то синхронизировать их действия, необходимо было именно вот такой высший посыл. Ну и сразу люди в этих организациях организовались. И они ведут себя, конечно, несколько более ответственно в этот год, чем в остальные годы. Но нам хочется сказать, что у нас сегодня и школы, и учебные заведения, и министерства, различные общественные организации выходят и на меня, и в разных передачах. Организуют различные конкурсы для того, чтобы улучшить сознание людей в области экологии. Потому что на сегодняшний день мы прекрасно знаем, что экология это и есть жизнь. И поэтому акцентировать внимание на том, что мы творцы вот этой нашей жизни. Поэтому, конечно, каждый год нам, ну, каждый год должен иметь какой-то посыл. Ну и вот этот год ведет к посылу экологии. Нам хочется сказать и понадеяться, что он не обойдется только одним годом. А начало, положенное в этом году, будет продолжаться и в следующие годы. Тем более, так как оно имеет такое тесное общение с молодежью. Владимир Иванович, вот что человек обычный может сделать для экологии? Вот загорелся он идеей помочь планете, помочь родному краю. Вот с чего начать? Ну, во-первых, у нас в этом году было несколько десантов школьных, которые помогали нам наводить порядок после зимы. Вы же понимаете, после зимы и веткопаты, все равно какие-то отходы прилетают, там бросают люди. Наводим чистоту в доме. Да, и не только здесь. Ребята занимаются этим и в различных участках нашего города, в лесу русском. Ребята из Дворца Детского Творчества приходят к нам ежегодно, помогают в весенней уборке. И, кроме того, у нас еще проводится в этом году конкурс такой, даже не конкурс, а движение «Посади дерево». Ребята высаживают желуди, выращивают различные растения и потом осенью высаживают у себя на приусадебных участках. Этим самым они имеют такое уже тесное общение с природой. И самое главное, они, я встречался с некоторыми ребятами, которые уже точно так же сделали еще и в прошлом году, они в восторге от этого мероприятия, которое дает им возможность именно посадить дерево и проследить за тем, как же оно будет дальше существовать. Ну вот и хочется сказать, что и в других, не только у нас в Ботаническом саду, ребята занимаются уборкой, потому что если человек наводит порядок после других, то я думаю, что он, соответственно, в следующий раз наверняка не будет и мусорить сам. Вот вы очень много сейчас говорите о детях, о том, что им уделяете внимание, проводите занятия, уроки. Именно дети, потому что взрослых не переделать, взрослых уже не заставить отдельно собирать мусор, если они с детства к этому не привыкли. Вот как вы считаете? Переделать. Все эти мероприятия проводятся, естественно, и со взрослыми людьми. У нас недавно проходил краевой конкурс экологический, называется «Сделаем вместе». Ну, там проходили всевозможные конкурсы, ребята и высаживали растения, и отвечали на вопросы. И мы подвели вот недавно результат этого конкурса. Практически все наши районы принимали в этом участие, все представители, победители приехали к нам со всего края. Представляете, так далеко, и у нас же сейчас и половодие, и непроезжие дороги, но, тем не менее, приехали и ребята, и учителя. Были вручены дипломы этим участникам конкурса, присутствовали представители Министерства природных ресурсов, Министерства культуры, депутаты наши краевые, городские. Было очень солидное мероприятие, ребята очень хорошо восприняли подведение столь на высоком уровне проведенное. Ну, и я надеюсь, что не только ребята, но и взрослые поняли значимость своих действий. Это хорошо. Тогда предлагаю перейти от вопросов экологического образования к более прикладным. И пойдемте. Пойдемте. Ну, а теперь предлагаю поговорить о важных экологических проектах, которые запущены в России, на Ставрополье, в Год экологии. Один из них, насколько мне известно, касается свалок, и вы непосредственно им занимаетесь. Расскажите, в чем суть и что удалось сделать, какие планы? Ну, во-первых, этот, так сказать, процесс называется генеральная уборка, запущенный нашим фронтом, общероссийским народным фронтом. Что это подразумевает? Это подразумевает, в первую очередь, поднятие экологической ответственности населения, вовлечение в этот процесс многих и многих людей, как общественных организаций, так и частных лиц. Для чего? Для того, чтобы те организации, организации или учреждения, которые призваны работать в этом направлении, они не всегда видят проблемы этой. И поэтому вот такие вот небольшие свалки в небольших населенных пунктах, ну, не всегда сотрудники Министерства природных ресурсов или Росприроднодзора могут туда попасть. Поэтому наше движение направлено на то, чтобы возбудить вот этих людей, ответственных за экологическое состояние той малой родины, я имею в виду того поселка, того хутора, в котором он живет, или того района, в котором он живет, чтобы он увидел и просигнализировал. Для этого у нас введена так называемая интерактивная карта, в которую любой желающий может внести свои предложения. И наши сотрудники, эксперты после проверки сигнала вносят эту свалку в виде красной точечки. И дальше наши сотрудники, наши общественники работают с теми уже организациями, которые ответственны за исполнение или уничтожение этих отмеченных свалок. У нас много на сегодняшний день, уже около 150 этих больших и малых свалок было отмечено на этой карте. Большая часть, по большей части из них ведется работа, то есть обращение в различные органы, прокуратуру, Росприроднодзор, Россельхознодзор. Мы провели несколько субботников уже по наведению порядка на малых свалках, то есть мы просто организовали машины, организовали людей, вывезли на существующие полигоны этот мусор. Ну вот такая работа ведется постоянно. Она не завершена вчера, я думаю, что она будет вестись и дальше. Ну и здесь у нас хочется сказать, что вот СКФУ у нас победила студентка в конкурсе на Машуке. У нее есть сейчас организация «Чистый город», которая занимается сбором различного мусора, как это сейчас принята, бумага отдельно, пластик отдельно. И даже пускается на переработку этот пластик и на использование его. То есть этим самым они вводят культуру общения с отходами. Потому что отходы, ну часто могут быть, не часто, а очень часто могут быть сырьем для дальнейшей переработки. И не просто для переработки, а для получения и прибыли определенными организациями. Поэтому нужно рачительно относиться к тому, что мы получили от природы в виде нефти или газа, или переработали ее в пластик, бумагу. Потом же все это можно вторично и даже третично перерабатывать и получать. Те же самые дороги на Западе делают из этих покрышек. А у нас на сегодняшний день покрышки – это бич. Это огромная беда наших лесов, когда эти наши организации шиномонтажные выбрасывают просто эти покрышки в лесу или где-нибудь в водоемы еще хуже того. А ведь это прекрасное сырье для различных дорожек и прочего. Поэтому вот такая работа ведется нами постоянно. Я думаю, что уже на сегодняшний день есть сдвиги. Ну и в общем-то на сегодняшний день без строительства настоящих промышленных перерабатывающих комплексов отходов жизнедеятельности человека мы не сможем жить дальше. Об этом я и хотел вас спросить. Вы сказали про сортировку отходов, но отсортировать – это одно. Нужно же, чтобы это сырье было где-то переработано. Плюс, насколько я знаю, на современных именно мусороперерабатывающих комплексах там все так же сортируется. Если не людьми, то там. Но сколько у нас сейчас в крае предприятий, которые реально работают по современным экологическим стандартам? Есть ли они вообще? А если есть, то можно ли их там хотя бы по пальцам одной руки пересчитать? Да, на пальце в одной руке вполне достаточно. Два небольших завода находятся в районе Пятигорска и один в районе хутора Верхнерусский. Но сказать, что это полный цикл невозможно. Поэтому в этом году выделена определенная сумма – около 3 миллиардов рублей для вот этих вопросов строительства перерабатывающих комплексов. Ну, естественно, эта цифра совершенно маленькая для того, чтобы построить достаточное количество заводов. Но, тем не менее, внимание обращено. И, конечно, будут как строиться перерабатывающие заводы, так и, естественно, и те полигоны, которые сегодня у нас называются полигонами, они, естественно, не выдерживают никакой критики. Там существует определенная технологическая документация по обустройству этих полигонов. Это очень сложный полигон по хранению отходов. А раз они хранятся, то они должны находиться именно в этом месте. А в большинстве наших полигонов нет ни подстилающих гидроизолирующих материалов, ни сверху накрывающих эти слои. Ну, то есть, практически в диком виде находятся эти наши полигоны, что, конечно, очень плохо. А не чувствуете противодействие? Ведь говорят, что мусор – это всегда большие деньги. И вот мы помним случай в Москве, когда с бойцами Росгвардии приходилось буквально штурмом брать свалку, незаконную абсолютно. Были ли такие моменты? Нет, у нас, конечно, до такого не доходило. Вот у нас недавно мы на Кавминводах, значит, Кировский, так называемый, полигон, который не имел достаточного количества документации, был перевезен в течение нескольких дней при помощи администрации Кисловодска. То есть, люди поняли, что это не совсем правильно делается. И в течение буквально нескольких дней этот полигон был перевезен. И готовится документация по дальнейшему. И готовится экономическая, так сказать, составляющая по тому, чтобы дальше полигоны в этой зоне отвечали тем техническим требованиям, которые имеются. Раз уж заговорили о Кисловодске, есть еще Пятигорске, Сентукии, в целом особо охраняемая природная территория, регион Кавказские минеральные воды. Он особо охраняемый, но как, на ваш взгляд, достаточно ли он охраняется сейчас? К сожалению, на сегодняшний день, по моему мнению, этот регион, конечно, теряет свою привлекательность. Во-первых, потому что имеются другие сегодня регионы, в которых налажен весь комплекс курортного обслуживания людей. Но самое главное, конечно, теряется значение бренда Кавказские минеральные воды из-за огромного количества людей, которые поселяются в этом регионе. Не потому что у нас на сегодняшний день законодательство не ограничивает в месте жительства человека. И на сегодняшний день, хотя имеется официальная статистика, что увеличение населения этих городов происходит 1-2 тысячи в год, хотя на самом деле имеются неофициальные данные, до 10% увеличение населения каждого из этих городов. И вы прекрасно видите, что сегодня практически город Лермонтов соединился с городом Пятигорском, город Пятигорский с Сентуками. То есть это практически такой объединенный городской конгломерат, где, конечно, на сегодняшний день вот такой вот очень жесткий пресс экологический на нашу природу. Да, человеческий, потому что каждый человек в процессе своей жизнедеятельности выделяет огромное количество отходов, ну, я имею в виду и потребляемая пища, и потребляемая вода огромное количество, она загрязняется. Ну и, естественно, продукты от переработки тех товаров, которые покупают. Вы прекрасно знаете, какое количество сегодня упаковочного материала. Это и пластик, это бумага, картон, который потом тоже отрицательно сказывается на нашей природе. Ну, а самый основной бренд – это вода наших кавказских минеральных вод. Вот я вообще не знаю, как гидрогеологи, мне кажется, что нужно не в колокола, а в купушки стрелять, чтобы привлечь внимание к загрязнению почвенных вод. Хотя те воды, которые мы потребляем, и забираются с глубин там более километра, но все равно они же туда как-то попадают, и за все это время они растворяют и фильтруют вредные вещества. Поэтому, конечно, сегодня этому нашему региону необходимо уделять очень большое внимание. И жителям, конечно, посетившимся там, нужно иметь наивысочайшую собственную ответственность за будущее этого региона. Ну и в завершении нашей беседы есть какие-то экологические рецепты для Ставропольского края, для его жителей, для жителей городов, сел. Как стоит изменить себя, отношение свое к экологии, в год экологии? Ну, я думаю, что сразу никто не изменится. Но необходимо, конечно, помнить о том, что человек и природа – это одно единое целое. И если мы где-то, что-то закон сохранения, вы же знаете, где-то что-то сломалось, значит, где-то что-то прибудет. Нет, в данном случае этот закон не работает. Если мы уничтожили дерево, то, само собой, оно не вырастет. Тут необходимо этому закону природы помогать человеку. То есть, если мы что-то уничтожили, мы тут же должны восстановить. И поэтому вот это вот состояние причастности своей к дальнейшей жизни, к дальнейшей жизни нашей планеты, нашего отдельного участка должно присутствовать постоянно. И если это сознание будет у каждого человека, маленького, большого, взрослого, частного лица или ответственного работника, тогда мы сможем смело смотреть в будущее, что мы, в конце концов, не превратимся в таких роботов. И вокруг нас будет зеленая планета, птицы петь, животные нас радовать. Спасибо большое, что пригласили нас в гости сюда, на чудесную липовую аллею Ставропольского ботанического сада, на природу и согласились ответить на наши вопросы. На этом наш выпуск завершен. В эфире была программа «Актуальное интервью». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова